Гундар Средерс, Латвийское телевидение. Мне вопрос к господину Лаврову, вопрос, который настораживает жителей Балтийских стран после украинских событий, когда слышны разные высказывания о возрождении бывшего Советского Союза, о собирании русских земель и так далее. Вопрос, считает ли Россия Латвию и Балтийские страны частью так называемого русского мира? И как Вы собираетесь отстаивать интересы этого мира? И есть ли такой сценарий, когда Россия готова применить силовые методы для защиты этого мира? Спасибо. У Вас несколько разные прозвучали оттенки. Вы сначала сказали, что всех пугает желание России восстановить Советский Союз, стремление к собиранию русских земель. Я просил бы, если у Вас есть конкретные источники, предоставить мне цитаты из выступлений кого-либо из российских представителей официальных, кто предлагал бы восстанавливать Советский Союз или собирать русские земли. Русский мир – это совершенно другой вопрос. Русский мир – это культура, это язык, это, если хотите, и ценностные ориентиры, религиозные ориентиры. Это аналогия, наверное, не очень идеальна, но франкофония, например, и бероамериканское сотрудничество, основанное на испанском языке и испанской культуре, институт Конфуции, институт Гёте, институт Сервантеса. Это термин, который объединяет людей, воспитанных не только русских, не обязательно русских, но воспитанных либо на основе русской культуры, либо воспитанных в уважении к русской культуре, в любви и интересе к русскому языку, к русской литературе, к русскому искусству. И, как любая нормальная страна, которая заботится о сохранении своего культурного наследия, мы, конечно же, поддерживаем и будем расширять связи с этими людьми всеми абсолютно легитимными методами, включая создание центров науки и культуры, включая создание различных центров по линии фонда, на которой в России был создан фонд «Русский мир», включая через поддержку наших соотечественников, для этой цели тоже создан фонд, поддержку наших соотечественников, которые оказываются в ситуации, когда им требуется юридическая помощь для отстаивания своих прав в тех странах, где они проживают. Мы заинтересованы в том, чтобы, если говорить о Латвии, чтобы русские в Латвии чувствовали себя абсолютно равноправными гражданами. Они этого хотят. Они не хотят Советского Союза. Они не хотят уехать из Латвии, приехать в Россию. Не хотят бросать свои дома, где жили их родители, где они родились. Кстати, когда проходил референдум в Латвии, да и в Эстонии тоже, о выходе из состава Советского Союза, то голоса этих русских учитывались для того, чтобы посчитать итоги референдума. Более того, даже сейчас, когда определяется квота для Латвии и для Эстонии по выборам депутатов в Европарламент, учитывается общее количество населения, включая так называемых неграждан. То есть, они помогают Латвии иметь больше депутатов в Европарламенте. Так вот, если их голоса были так нужны для того, чтобы обеспечить позитивное голосование в пользу независимости на референдуме, то как же можно, если по-честному вести дела, после этого взять и превратить их в людей второго сорта? Они хотели независимой Латвии, в которой могли себя в безопасности и равноправными гражданами. Им в этом отказывают. А что касается методов их поддержки, я уже сказал, мы выступаем только за то, чтобы были реализованы в полном объеме рекомендации, которые приняты на сей счет в Совете Европы, в ОБСЕ и в Комитете ООН по ликвидации расовой дискриминации. Ни больше и ни меньше. Эти рекомендации хорошо известны. Они не угрожают суверенитету Латвии, не угрожают безопасности латвийского государства. И рассчитываю, что те пока еще не полные меры, которые предпринимаются, они будут продолжены. И в итоге все рекомендации международных структур будут выполнены. Я убежден, что это в интересах латвийского государства в целом. Мне просто добавлю, как вы знаете, эти вопросы постоянно стоят на повестке дня латвийско-российских отношений. У нас здесь, конечно, есть разногласия. Мы, в принципе, считаем, что неграждане, те, которые живут уже довольно долго в Латвии, если они выполняют условия закона, знают язык, знают конституционные основы и историю, они довольно легко проходят процесс натурализации. Я думаю, что здесь, конечно, мы должны смотреть на то, что есть такие, которые, в принципе, не хотят проходить эту процедуру, есть такие, которым это просто не нужно. И я думаю, что здесь, конечно, Латвия, в принципе, довольно хорошо выполняет уже те рекомендации международных организаций. Но, конечно, мы всегда этот вопрос обсуждаем с коллегами и на уровне министров иностранных дел, на уровне министерств. Но здесь, конечно, у нас подход довольно разный. По вопросам русского мира, конечно, мы видим, что эта концепция развивается. Но я думаю, эту концепцию мы еще должны немножко обсудить с нашими коллегами, чтобы получить более детальное такое разъяснение. То, что я сегодня слышал, это, я думаю, тоже одно из таких возможностей переговорить вопросы, которые волнуют тоже и жителей балтийских стран. Спасибо.